Нынешняя модель байдономики спасаем за счет Европы и Японии экономику США. Вряд ли переживет самого Байдена. Скандальная сделка с покупкой японцами некогда мощнейшей корпорации US Steel вызвала настоящий фурор в Вашингтоне. Конгресс потребовал заблокировать сделку, против нее выступили республиканцы и демократы. Белый дом тут же пообещал завести расследование. US Steel – символ уходящей эпохи американского промышленного чуда. Компания стала столетейным гигантом еще в начале 20 века. Но пиком для нее была Вторая мировая война. В 70-х годах US Steel оказался в кризисе, пережив несколько банкротств. И теперь представляет лишь тень былого величия с 15 тысячами рабочих, оставшихся на заводах в Пенсильвании. В целом же сейчас ни одна сталелитейная компания в США не входит даже в топ-10 мировых лидеров. А Китай производит в 12 раз больше стали, чем Америка. Так что US Steel олицетворяет медленно угасающий ржавый пояс США, которому даже не помогают нынешние заказы ВПК. Но за ржавый пояс и ту же Пенсильванию пойдет ожесточенная борьба на выборах. Поэтому политики так и возмущаются. И это далеко не последняя такая покупка. Японцам нужно куда-то девать денежную массу из-за роста инфляции у себя. Они продолжают скупать проблемные активы в тех же США, усиливая присутствие в стратегически важных, но при этом убыточных отраслях. Как минимум до возможной смены администрации в Вашингтоне. Трамп уже вводил тарифы на японскую сталь в 2019 году, наверняка устроит новый раунд торговых войн, требуя уступок и угрожая выводам американских войск из Японии. А Байден просто распродает ресурсы, пытаясь удержаться из последних сил.